И всем привет ребят, с Мистер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору новых устройств из мини-игры и сегодня в рамках нашего основного канала мы скатаем с Хантером-спасателем, попробуем реализовать этот замечательный корпус с новым устройством, посмотрим как он будет работать в рамках матчмейкинга, ну и постараемся под это все дело взять еще и замечательный фриз с пульсаром, ну и дрон лавкач, лавкач я думаю что в этой комбинации является лучшим дроном для реализации, насколько это все дело будет эффективно работать, посмотрим, ну и разыграем режим, который наверное по праву является лучшим для этой комбинации, это штурм за атаку, попробуем запикаться именно сюда, ну и конечно же, если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только игры в аккаунточке установить ему личный такт и актимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы запикиваемся на штурм, надеюсь что за атаку, потому что за деф нас эта комбинация не устроит, закидывает меня на, ну не сказать что шикарную, но неплохую карту, это карта бойня, ну и будем пробовать реализовывать нашего спасателя, задачи наши очень и очень просты, въезжать под доставку, ну и стараться реализовывать свою дополнительную подсейвливающую аптеку, которая нам дает плюс 1000 здоровья и спасает нас от максимально критического урона в моменте. Фриз с таким хантером, как по мне, сочетается очень круто, ну и ловкач, как нитра первый припас, а дальше уже там условно броня, на врыв, под доставку, я считаю что это тоже хорошая грамотная реализация, взять здесь кризиса, ну в теории наверное можно, но как будто бы кризиса реализовать намного-намного сложнее, спасатель срабатывает, но даже спасателя нам в этом моменте не хватает для реализации, со мной сразу здороваются в чате и пишут, что выздоравливай, ребятчики даже знают, что я заболел, ничего себе, вот это похвально, так попробуем, нет, не попробуем мы гранату закинуть, вовремя я вспомнил о том, что у меня мяч и гранатку мы под это все дело не сможем реализовать, ну и что касаемо этого боя, то пока что у нас ситуация прям, прям плачевная, да, противник довольно плотно дефает, и даже мой спасатель в этом случае не работает, да, даже спасатель не работает против оппонента, который у нас очень плотно дефает свою базу, соответственно, давайте спасибо напишем, спасибо, соответственно, нам надо, чтобы наши тиммейты постарались чистить доставку, ну а мы тогда уже после этого будем стараться врывать под доставкинса, играем через дроповую аптеку, очень много урона мне вкидывают, и даже спасен, пишут мне над моим танком, но даже с этим спасен шансов у меня на доставку нету от слова совсем, нам надо еще больше урона, чтобы наши тиммейты наносили по оппонентам, чтобы у нас появлялись какие-то дополнительные шансы под доставку, потому что пока что меня даже мой замечательный спасатель с дополнительной аптекой не спасает, и я никак не могу доставить уже на протяжении трех минут, что касаемо спасателя в целом, то я могу сказать, что это очень и очень крутой дрон, и если бы он давал бы еще большее количество здоровья, это было бы просто великолепно, да, если бы у нас залетало бы условно не 1000 хп, а залетало бы, например, ну там 3000 хп, да, то есть с прожатия спасателя, оп, и подсейвик опять очередной залетел, но, к сожалению, даже с этим подсейвиком я все равно не могу оформить доставочку. Так, наши тиммейты начинают уже потихонечку тоже въезжать в доставки. Что касаемо еще спасателя, лучшая реализация этого устройства на корпус, как по мне, будет как раз-таки в таких режимах, как штурм за атаку, вот, наконец-таки, мне спасатель сейвит, и мы, наконец-таки, оформляем доставку. Штурм за атаку, захват флага и регби. Вот эти три режима под доставки, под реализацию хантера со спасателем, в моем понимании, являются лучшими. Да, но даже здесь, как вы видите, на такой карте, как бойня, реализовать ваше вооружение крайне-крайне сложно, из-за того, что противник, ну, довольно плотно дефает, хотя вот сейчас под пульсарчик, под вкусненький, реализация заезжает. Еще одной доставочки, и вторую доставку подряд мы вместе с вами оформляем. По ощущениям, как будто начала работать наша комбинация, ну, и наши тиммейты начали, как будто бы, наносить большее количество урона по противнику, да, и началось что-то у нас здесь получаться. Это не может не радовать. Ну, и фриз с пульсаром под эту комбину выглядит тоже довольно-таки неплохо, да, как вы видите. Мы можем сейчас, например, вжимать свою аптечку, плюс у нас есть аптека со спасателя, где есть троповая аптека. Эй, боже, сколько урона, сколько урона по мне залетает. Так, надо поменять резист. Я видел там гаусс, я видел рельсу, я увидел грома. Так, давайте возьмем резист. Гаусс, гаусс, гаусс и гром. Он очень много мне урона наносит, поэтому давайте возьмем. Не понял, почему у меня эскейт не работает через выход. Все за прикол, ну ладно. Так, ну и мы в очередной раз начинаем проигрывать по счету. Это не устраивает нас от слова совсем, поэтому будем пробовать въезжать противников здесь под доставочку. Но здесь даже вот хопера молот стоит, дефы, просто дефы, челики в штурме за деф сидят, ребята, просто на плотничке. Так, ну у нас есть еще овердрайв хантера, не забываем про это. Не забываем, что мы можем еще и оудишку реализовать нашу вкусненькую. Прожимаем свою аптеку, вжимаем овер. Есть еще спасатель под сейв. Хорошо, хорошо. Вот вам, вот вам шикарная реализация спасателя. Вот вам шикарнейшая реализация спасателя. В очередной раз, за счет того, что у меня он имеется, да, казалось бы, тысячи хп, да, но он защищает от максимального урона по вам, да, то есть что является самой главной вещью. Да, защита от максимального урона дает вам возможность выжить в таких ситуациях. И это работает просто великолепно. Так, Паша пикался у нас. Сначала был против. Наперепикивал, чтобы запикаться за меня. Ну и будет стараться нам помогать тоже выиграть эту каточку. Это очень неплохо. Поэтому будем стараться тянуть уже вместе эту катульку. Так, ну и по доставкам. Я три доставки сумел оформить, две доставки оформили мои тиммейты. Есть у меня спасатель, ой, спасатель, говорю, в команде. Ну ладно, можно сказать, что он спасатель, конечно. Игрок с магнумом, который очень много урона наносит по противнику и дает нам возможность небольшого пространства. Но даже при всем при этом, за счет доставок, да, вы зарабатываете большее количество очков, чем за счет киллов. Да, то есть он здесь сделал 23 кила, я сделал три доставки. И по сути, по сути одно и то же, да, у нас по количеству очков в рамках этого боя получилось. Так, ну и хоппер со стороны противников продолжает дефать свою базу. Очень много мин еще залетает здесь от противников. Пробуем врывать. Пробуем под доставочку здесь реализацию показывать. Но, к сожалению, меня в очередной раз здесь рубят, рубят без шансово. Так, пять минут у нас до конца. Попробуем сейчас через право. Нет, через право не получится. Громчик здесь у нас. Диктатор прожимает мне овердрайв. За счет этого овердрайва я под пульсаром могу, наверное, сейчас очень неплохо прокатиться. Хорошо, по минам и спасатель еще сверху не сработал, да. Вот только сейчас срабатывает спасатель. То есть насколько большое количество у меня хп было на подсейве. Ну и еще одну доставку мы оформляем. Даже в такой сложной катке, да, даже в такой сложной катке, насколько же много решает этот спасатель. И, по сути, без него у меня бы, ну, здесь, наверное, было бы только две доставки. Да, то есть две доставки. Я доставил уже пять. Было бы только две. Только лишь две я бы смог бы поставить. Опа, еще один вкусный подсейв. Ой-ой-ой, хорошо еще разочек меня сейвит за счет того, что я перекатился чересчур широко. Спасатель реализует моменты просто великолепно. Еще одну доставочку мы вместе с вами оформляем. Тиммейт от подбора не играет. Соответственно, у нас есть возможность сыграть самим от подборчика. Так. Ну и здесь мне нитру сбивают мою подавление. Но мы даже без нитры повышенный. Можем здесь газануть. Газануть! Ах, сколько мин. Сколько мин здесь у противника уже стоит. Но даже по миночкам у нас есть возможность неплохого прорывона и подсейвика. Так. Четыре минуты остается у нас до конца. Попробуем сейчас через правую зонку влететь. Очень много урона мне сразу в головешку залетает. Ну а мы пробуем. Мы пробуем. Спасатель еще сейвит. Но в очередной раз меня здесь набревает. Даже в таких каточках, как вы видите, есть возможность реализации. Есть возможность доставки. Но надо, чтобы наши тиммейты сейчас начали наносить урон. Потому что, по сути-то, я бы мог бы здесь оформлять доставки, если бы наши тиммейты, например, просто играли бы под дополнительный урон. Да? Под дополнительный урончик. У нас есть хопперы, которые могут влетать под доставки. Но урона не хватает. Не хватает просто урончика, чтобы ребята накидывали и респили тех противников, которые стоят довольно так плотно под дефчик своего флага. Так, у меня по овердрайву, кстати, 80-ка. Прыгаем. Неплохо прыгаем. Раскручиваемся по минам. Ух, как меня сейчас спасатель в очередной раз подсейвил. Но все равно даже с таким подсейвом меня сливают. Но все-таки нужно понимать, что это бойня. И когда противник на такой карте плотно дефает, здесь крайне-крайне сложно оформить доставочку. Да? Наши тиммейты вон на хопперах вообще уже без шансово не могут ничего сделать. Так, ну а мы продолжаем врывалову. Ай-яй-яй-яй-яй. Антер меня рубит 97% овердрайва. Тиммейт в очередной раз пытается здесь влететь. Но вот такие вот тиммейты, что делают интересно на своих теслах. Вот что он делает в штурме за атаку. Что он делает в штурме за атаку? Я честно не знаю, что делают такие игроки в штурме за атаку. Мне бы еще было знать, кто из противников мины ставит. Потому что там довольно большое количество минок. Так, выжимаемся в двоих. Отличная доставка залетает. Ой-ой-ой, спасатель меня в очередной раз сейвит. Но, к сожалению, я не успеваю даже со спасателем доставить. Но, что касаемо этого устройства, я могу точно сказать, что это очень крутое устройство. Да, если ему сделать дополнительно еще не 1000 хп, которые он дает после критического урона. А, например, сделать 2-3. То это будет вообще просто космос. Это будет просто развал башки. Так, и по миночкам. Ну, вот в миллиметре от доставки где-то 3-4 раза я находился. По сути, если бы все эти доставочки бы организовались, то, быть может, мы бы даже бы эту каточку выиграли. Но даже с такого мертвого боя, я считаю, что это мертвейший бой, да. Исходя из того, сколько тиммейты наши вообще доставили. Я сумел доставить где-то 6-7 доставок. Я считаю, что в этом случае, да, это очень крутое устройство. Которое даже в мертвейших боях, где у вас возможностей прям супер мало, дает возможность дополнительной жизни и доставки. Пишите, что вы думаете по поводу спасателя. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok